Ну так, удалось. Одного вуза взяли. Сегодня охотники сами стали жертвой. Правда, не других охотников, а сотрудников Центра лицензионно-разрешительной работы. Инспекторы вышли на ежедневный рейд «Весенняя охота». Ваши документы. Охотничьи билеты, разрешения на оружие имеются. Этому инспекторы уделяют особое внимание. На рейд они вышли не одни, а совместно с представителями регионального министерства природопользования и линейного отдела полиции. У Виктора, так зовут охотника, все документы в порядке. Поэтому проверяющие отправляются дальше по маршруту патрулирования. А мужчина остается охотиться. Или просто получать удовольствие от своего занятия. Не главное добыча. Сколько застрелил. Мы встретились с друзьями. Одного гусь сегодня добыли на пять человек. И мы рады, что охота состоялась. Что общение с друзьями. Вот это самое главное. Нарушители законодательства встречаются. Их немало. Со временем проведения мероприятия «Весенняя охота» было привлечено 100 человек. 83 из них за нарушение правил охоты, а также правил регламентирующих рыболовство и другие виды пользования объектами животного мира. Особо грубыми нарушениями является нахождение с оружием в охотугодиях в состоянии алкогольного опьянения, осуществление охоты в зеленой зоне, а также без необходимых документов разрешения на оружие и документов на добычу природных ресурсов. Рейдовые мероприятия инспекторов лицензионно-разрешительной работы регионального управления Росгвардии проводятся ежедневно в период охоты. Напомним, что сроки весенней охоты на водоплавающую и боровую дичь в южных районах Рязанской области проводятся с 3 по 12 апреля, в северных с 10 по 19. Сроки же весенней охоты на селезней уток с использованием живых подсадных уток с 1 по 30 апреля. Все, счастливая охота. Спасибо. Ни пуха и ни пера. Валерий Седов, телекомпания «Город».